Магаданцы могут подать заявку на благоустройство двора. Городские власти отберут территории, которые приведут в порядок в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. Смотровая площадка на месте Старого пирса в бухте Нагаева появится к 1 сентября. В ближайшее время здесь проведут отсыпку и бетонирование. Березы и рябины украсили 13-ю гимназию в честь 75-го юбилея победы в Великой Отечественной войне. В этом году гимназия юбилей. Школа основана в 1965 году. Поэтому саженцев 65. На этой неделе запустят городские фонтаны. Их всего 9. Один из самых красивых и больших вдохновений, расположенный на площади космонавтов. Напомним, светодинамический фонтан стал подарком к 60-летнему юбилею Магаданской области и с момента запуска пользуется большой популярностью у горожан. Диаметр его чаши составляет 10 метров, а на ее дни изображен герб города, выполненный в технике мозаики. Особенно красив он в вечернее и ночное время, когда мелодия воды звучит под аккомпанемент игры света. Есть определенного рода проблемы. Зимой произошли определенные повреждения, где-то что-то затопило, нарушена герметичность, целостность. Но в целом, за исключением фонтана на Магаданской площади, все они будут готовы, все 8 штук к запуску. И постараемся подтянуть Магаданскую площадь, где маленький фонтанчик радовать будет наших детишек. Первый фонтан появился в Магадане более 70 лет назад, 12 сентября 1946 года на Колымском шоссе. Ныне это проспект Ленина. А современные фонтаны стали строить в 1999 году. Из-за угрозы COVID-19 в этом году традиционных торжественных мероприятий к запуску фонтанов в Магадане не планируется. Губернатор Сергей Носов в соцсетях показал, каким может стать старый причал в Нагаевской бухте. Глава региона уточнил, что это один из вариантов проекта, который сейчас рассматривается. Строителям поставили задачу к 1 сентября завершить работы. В ближайшее время здесь проведут отсыпку и бетонирование. По словам Сергея Носова, пирс будет местом для отдыха и рыбалки, куда приятно приходить с семьей. Напомним, пристань в Нагаевской бухте должна была реконструировать в рамках социального партнерства, то есть в подарок городу компания «Бульвер», которая выполняла работы по берегоукреплению. Но так как она находится в состоянии банкротства, работы на пирсе 1939 года постройки приостановились. Прежний причал был деревянным, в аварийном состоянии. Его убрали. Теперь тут будет смотровая площадка для города. Благоустройство планируют провести в следующем году. Детские онлайн-площадки стартовали 1 июня. В Международный день защиты детей на базе 21 общеобразовательного учреждения запустили первую смену лагеря. Охват – более 2000 школьников. Мастер-классы, театральные выступления, а также лекции сотрудников ГИБДД и МЧС будут транслировать на телеканале «Колома плюс» с 10 до 12 часов. А с 12 до 14 педагоги будут проводить занятия самостоятельно. По словам организаторов, детей не только нужно занять, но и внимательно следить за ними, особенно в период тяжелой эпидемиологической ситуации. Мы должны понимать, что сегодня условия карантина не существуют на территории города Магадана. Мы должны сегодня выполнять их, соблюдать и дистанции, соблюдать и правила определенные. И, конечно, понимать, где наши дети находятся. Продумывать, особенно в субботние, воскресные дни и даже в текущие, как организовать нашего ребенка. Что если он находится на площадке, значит, он должен находиться дома. Питание в онлайн-смене – 10-килограммовые продуктовые наборы из соков, нектаров, фруктов, а также молочной продукции. Выдавать витаминные ланчбоксы будут раз в неделю. Если эпидемиологическая ситуация станет лучше, власти планируют организовать работу лагерей в очном режиме. Кроме того, муниципалитет занимается трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул. Работу смогут получить 110 подростков. В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в областном центре на территории 13-й гимназии высадили саженцы «Берез» и «Рябин». В этом году гимназии юбилей. Школа основана в 1965 году, поэтому саженцев 65. Акция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие волонтеры победы, сотрудники регионального департамента лесного хозяйства, учителя и ученики гимназии, а также работники авиалесоохраны. Исполняющий обязанности руководителя регионального департамента лесного хозяйства Владимир Харламов уточнил, что на территории бывших союзных республик и стран дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев в честь о погибших 27 миллионах советских граждан. Они отдали свои жизни в боях, умерли от ран в госпиталях, плену и оккупациях. Каждое дерево – символ памяти и благодарности. Молодые деревца расположили вдоль забора школы. Магаданцы могут подать заявку на благоустройство двора. Городские власти отберут территории, которые приведут в порядок в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. Документы для участия принимают в департаменте САТЭК мэрии Магадана по адресу проспект Карла Маркса, дом 62А, до 31 августа. В областном центре живет более 90 тысяч человек. Большинство – в многоквартирных домах, у которых более тысячи дворов. Работники детской художественной школы подвели итоги конкурса «Мой дом, мой двор, мой город Магадан». В этом году тематика конкурса – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Более 120 работ подали на суд жюри 108 юных художников. По словам организаторов конкурса, тема Великой Победы помогает помнить и чтить подвиг советского солдата. Но помимо этих знаний, умений и навыков, большое уважение у нас, у зрителей, у членов жюри вызывает внимательное отношение детей не только к истории родного города, не только передача любви к своему родному городу, но очень глубокое чувство патриотизма, гордости за победу нашего советского солдата в Великой Отечественной войне. Уже ставшись традиционным, конкурсы ежегодно проводят сотрудники детской художественной школы при поддержке мэрии Магадана. В 2020 году выставка прошла в онлайн-формате. На ней представили свои работы ученики школы искусств, школы искусств имени Владимира Барляева, художественной школы. Многие работы – результат дистанционного обучения, потому что выполнены во время режима самоизоляции. Живопись, графика, скульптура. На конкурс представили работы разной техники. Как говорят организаторы, все участники справились на ура. Все работы участников конкурса заслуживают высокой оценки. Не просто было выбрать лучшие. Порадовал высокий уровень мастерства юных художников. Молодцы ребята. Всего четыре возрастные группы. От 6 до 9 лет, от 10 до 12, от 13 до 15 и от 15 до 18. Номинации следующие. Станковая композиция, декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика, скульптура, дизайн. Также отдельно представлена коллективная работа. Работа была выполнена в различных техниках и направлениях. Было очень много интересных и творческих работ. Особенно было сложно выбрать лучшую работу в возрастной группе 10-12, 13-15 лет. Потому что работ было очень много и они были все высокой сложности исполнения. Желаю всем участникам и будущим участникам творческих взлетов побед. В каждой возрастной группе и номинации было три места. Всего 87 работ заняли призовые места. Жюри отметило высокое профессиональное мастерство ребят. Творческие проекты участников опубликовали на сайте детской художественной школы. Туристы обязаны информировать спасателей о сложных походах за 10 дней до выхода. МЧС напоминает горожанам о правиле, которое действует уже больше года. По закону туристические группы либо их представители должны заявить о запланированном путешествии, походе, экскурсии, туристическом слете или ином мероприятии, связанном с активными видами туризма. Необходимо сообщить запланированный маршрут и сроки пребывания на нем. Кроме этого, необходимо указать наличие средств, оказание первой медицинской помощи, средств связи, сигнальных средств, описать применяемые средства передвижения, если они есть. Подать заявку можно по адресу электронной почты, а также по телефонам, указанным на экране. Можно обратиться и лично в ведомство по адресу город Магадан, улица Советская, дом 9. На данный момент туристический сезон, в принципе, только открылся активный. И с начала года всего одна группа зарегистрировалась, составе 7 человек. Поход уже прошел, все прошло штатно. Однако группы, которые не зарегистрированы, они тоже имеют место быть. И буквально недавно, в мае, в начале, проводилась спасательная операция. Группа из 14 человек, незарегистрированная, потерялась. В течение двух часов их искали. В принципе, всех эвакуировали. Произошло без потерь. Это они были в окрестностях города Магадан. От себя лично Алексей Крылов добавил, что планируя поход или иное мероприятие, связанное с активным отдыхом и туризмом, также необходимо объективно оценивать свои силы и исключить излишний риск. Напоминаем, что подать уведомление о планируемом путешествии можно по адресу электронной почты, сообщить по телефонам, заполнить заявку на официальном сайте Главного управления МЧС России по Магаданской области или прийти лично. Также в случаях, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо связаться с оперативными службами для получения экстренной помощи. Помните о том, что спасателям гораздо проще прийти к вам на помощь, если известно, где искать. Помните о безопасности и берегите себя. Церемония прощания заслуженным артистом России Валерием Бунякиным состоится в пятницу 5 июня на площади у Магаданского музыкального и драматического театра. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Валерий Васильевич ушел из жизни 31 мая после тяжелой болезни. Ему был 71 год. Ведущий мастер сцены, наставник и образец для своих молодых коллег, виртуоз сценического перевоплощения, теплой органичной интонации, отточенного жеста, великолепный партнер, обладатель редкого драматического и комедийного дарования, безгранично обаятельный, скромный, интеллигентный человек, оптимист и жизнелюб. Так говорят про Валерия Васильевича коллеги, ценители искусства и поклонники его творчества. В адрес руководства Магаданского театра поступили многочисленные соболезнования коллег. Коллектив городского телеканала выражает соболезнования семье и коллегам Валерия Васильевича Бунякина. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш» островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы. Дефисмагадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы. Дефисмагадан.рф Третьего июня в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью 1-2 градуса тепла. Днем плюс 6, плюс 8. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,7 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 75%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы. И крепеж в ассортименте. «Крас» мы работаем. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92.